Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране». И сегодня у нас будет очень романтичная и интересная программа. А почему? А потому что сегодня в гости к нам пришли руководитель проекта «Первая туристская неделя регионов России» Владимир Летик. Здравствуйте, Владимир. А также генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Туристской Ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко. Здравствуйте, Света. Грядет событие, мимо которого мы не можем пройти, о котором мы будем с гордостью рассказывать всей стране, зрителям и слушателям телерадиоканала Страна.ФМ. Первая туристская неделя регионов России. Она пройдет с 16 по 19 августа в Сокольниках. Мероприятие, которого не было до этого, оно вот стартует. Кто начнет рассказывать о нем? Думаю, как руководитель проекта Владимир Пожар. Владимир Пожар. Ну, давайте как бы начнем от вашей программы. Программа называется «Лучшая в стране». Это как раз тот девиз, который мы собираемся, ну, наверное, красной нитью пропустить через все наши мероприятия. Поэтому, ну, как бы регионы, которые приедут в Москву, это туристический бизнес, это дома отдыха, гостиницы, рестораны, они хотят показать, вернее, мероприятия созданы для того, чтобы они показали москвичам, гостям столицы, потенциальным туристам то, что есть сегодня на рынке туристических услуг. И это мероприятие, оно, наверное, стоит особняком от других мероприятий туристической отрасли. Потому что, в первую очередь, оно направлено не на конкретных потребителей. То есть у нас часто проводятся мероприятия туристической отрасли, когда бизнес встречается с бизнесом. Мы очень много знаем друг о друге. Мы многие вещи обсуждаем постоянно. И это уже набила скобину. Да. Но есть другие мероприятия, которые показывают наши регионы со стороны культуры, природы, истории. Краеведнии. Но они к туризму тоже не имеют отношения. Вернее, имеют, но нет вот этого мостика, что я узнаю, что в Якутии это замечательный наш полюс холода. Но как туда поехать, где остановиться, где поесть и как отдохнуть там? Нужно рассказать. Как получить впечатление? Я этого не знаю. И вот теперь самое лучшее в стране приезжает в Москву в августе, с 16 по 19 августа в Сокольниках, ждет вас. Приходите, посмотрите, что есть самое лучшее в туристической индустрии страны. То есть это получается такая, смотрите, выставка всех туристских предложений по нашей стране. Приезжают компании, которые предлагают какие-то туры, да? То есть Калининград, Владивосток, кто угодно, Сочи и так далее. Я бы сказал, предлагают впечатление. Мы говорим о том, что туризм это в первую очередь ярмарка впечатлений. И то, что будет происходить на нашей выставке, и то, что происходит в принципе в туристской отрасли, это все-таки мы продаем, предлагаем впечатления. Вот эти впечатления, те, кто придут к нам на фестиваль, потому что это в первую очередь, наверное, не выставка, как мы предполагаем, да? Там не будет, ну, каких-то заумных лекций, не будет встречи. А что будет? Давайте я расскажу. Это фестиваль, да? То есть мы, когда приглашаем туда партнеров со всей страны, мы говорим о том, что вы приезжаете, привозите впечатление. Пусть это будет маленький на холодильник магнитик из Магадана, но вы уже будете знать, что это путь из дома, из моего дивана в Магадан, да? Если это будет пряник, который своими руками раскрасили, тульский, то это путь за впечатлениями в Тулу. Это уже впечатление. То впечатление, которое туляки привезли сюда, в Москву, для москвичей, для будущих их гостей в Туле. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, после которой непременно вернемся к программе «Лучшая в стране». Оставайтесь по близости. Друзья, сегодня мы химичим на тему туризма и приглашаем вас тоже обсуждать эту тему в контакте «Страна.ФМ». Есть комментарий, есть пост, который посвящен визиту наших сегодняшних гостей. Вы можете тоже свой комментарий там оставлять. Светлана Ануфриенко и Владимир Летик в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Напомню, что очень скоро, сравнительно скоро, с 16 по 19 августа в Сокольниках пройдет первая туристская неделя регионов России, на которую мы вас приглашаем и рассказываем, как там будет классно. Во-первых, вход бесплатный. Да, вход бесплатный, для гостей все открыто. Пожалуйста, можно зарегистрироваться даже на сайте, потому что там можно получить бесплатный билет, он поможет вам сориентироваться. И если у нас проводятся розыгрыши, то есть этот билет тоже позволит участвовать в различных таких вот вещах. Света, где именно в Сокольниках? Второй павильон, это центральный павильон в Сокольниках. Самый большой, перед ним большая площадь, то есть это будет и внутри павильона, и активность перед самим павильоном. Поэтому здесь... Это тот павильон, который зимой, перед которым заливается круглый каток, и каждый москвич, и гость столицы знает, где каток. Летом там бетонная площадка, на ней катаются на роликовых коньках. То есть любой житель Москвы... Там уже баннеры, скорее всего, какие-то будут информационные. Обязательно информационная будет, да, обязательно навигация. У нас очень много волонтеров заявилось участвовать в мероприятии, поэтому волонтеры будут, скорее всего, мы им заказали, в ярких, красивых одеждах, форме в своей. Поэтому мероприятие будет замечательное, и не просто каждый гость приходит туда бесплатно, но мы анонсируем о том, что каждый гость не уйдет оттуда без подарка. Подарком может быть все, что угодно. Либо сувенир, либо скидка на путевку, либо, может быть, сама путевка будет разыгрываться. Розыгрыши путевок, вот у меня тоже написано. Да, витарина, да, вот особенно по Крыму у нас планируют наши участники, экспоненты. Да, планируется розыгрыш путевок по Крыму, поэтому можно поучаствовать, выиграть вот таким образом. Сейчас обсуждается участие в нашем фестивале одной из авиакомпаний региональных России, которая предлагает розыгрыш авиабилетов на нашем мероприятии, и мы обсуждаем с ним, может быть, это будут не авиабилеты, а скорее сертификаты на получение авиабилетов, потому что когда приходит наш гость, к нам гость на мероприятие, и ему нужно будет улететь из Москвы в Воронеж, а ему выигрывает билет из Якутска в Магадан, то, наверное, это не совсем то. Поэтому мы сейчас обсуждаем, что это, скорее всего, будут либо скидки на билеты, либо, может быть, денежные сертификаты, которые человек может потратить на перелет. Еще форма, в которой было удобно. Значит, я смотрю, друзья, и вижу. Развлекательная, пропознавательная программа, презентации, мастер-классы, дегустации и многое другое. Приходите. Ну, а что касается презентации, кто что будет презентовать? А вы знаете, очень много регионов, которые представляют, вот есть такие туристко-информационные центры, сейчас во всех регионах созданы, они приезжают и представляют регион в целом. Берут целые стенды, и Ленинградская область, и Бурятия, и Смоленская, Владимирская, ну, всех не перечислишь. Они представляют все лучшее, что у них есть. И, конечно, презентация от них, это вот самый первый способ донесения информации, это презентация видео, аудио, вплоть до народных песен и любых форм, которые они сами считают нужным, чтобы вот до потенциального потребителя донести это все. Регионы презентуют себя перед москвичами. Это хорошо, но вот смотрите, народные песни, мы это понимаем, мы это любим, мы это обожаем, это у нас в сердце. Насколько вот сейчас во внутреннем туризме вся вот эта вот логистика, да, она современно соответствует нашим реальностям. Об этом, друзья, мы поговорим чуть позже, сейчас небольшая пауза, оставайтесь в компании «Страна-ФМ». Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна-ФМ». Программа «Лучшее в стране» продолжается. У нас Светлана Ануфриенко и Владимир Летик. В гостях мы говорим о туризме, потому что грядет первая туристская неделя регионов России. Объясните вот мне, может быть, кому-то еще из наших зрителей, слушателей, почему не туристическая? Вот тут. Ну, это с точки зрения законодательства, потому что есть федеральный закон об основах туристской деятельности. Слово «туристическая» — это, наверное, больше слово бытовое, оно привычнее для уха. И людям иногда как-то странно даже слово «туристская». Но с точки зрения законодательства, да, и в правовом поле используется именно слово «туристская». Поэтому мы тоже обращаемся к теме. То есть правильно говорить «туристская», да? Да, правильно говорить «туристская». Но в бытовом случае допустимо и то, и другое. Значит, мы всех приглашаем с 16 по 19 августа в Сокольники. Можно узнать все о туристской отрасли. Да. Поговорить с людьми, которые эту отрасль представляют из всех регионов нашей страны. И, может быть, даже какой-то тур купить сразу. Конечно. Вот в этом плане. Да, можно купить тур, можно купить экскурсию, можно ознакомиться с тем, что какие на местах предложения существуют, что будет ждать в музеях, в гостиницах и так далее. Сделать выбор прямо там на выставке. Насколько, кстати, готова инфраструктура нашей страны к тому, чтобы серьезную ставку делать на туризм? Вот как это? Это же бизнес, в конце концов. Да, бизнес. Как с этим бизнесом у нас? Ну, везде по-разному, на самом деле. Ситуация очень разная. Конечно, благоприятно влиять на инфраструктуру все большие событийные мероприятия. Вот как мы знаем, постолимпийский Сочи, насколько расцвел, насколько он стал популярен. Такая реклама, конечно. Моден, да. До этого универсиада была в Казани, после этого стало модно ездить в Казани. Казань, конечно, преобразилась. Вот сейчас наше постчемпионатное наследие, мы посмотрим тоже, насколько велик, увеличится интерес к этим городам. А он действительно, он уже сейчас увеличился, и в перспективе мы ждем, что там будет больше прибытий. Поэтому здесь вот на это, это, конечно, очень сильно вытягивает. Города и регионы. Но есть потрясающие регионы, которые, к сожалению, они имеют потрясающую природу, культурное наследие, но не имеют инфраструктуру. И по количеству посещений это просто незначительная цифра. Света, нас сейчас смотрят, слушают многие губернаторы. Давайте скажем, кому надо подтянуться? Я думаю, что здесь решение каждого главы региона, вот насколько ему туризм нужен, как отрасль экономики в первую очередь, насколько готов регион делать ставку на туризм. Потому что, вот всегда привожу пример Алтайского края, это наш регион, который входит в ассоциацию. В какой-то момент губернаторы с правительством сделали ставку на туризм, как на отрасль экономики, вывели из сектора социального развития, социальной сферы в сектор экономики и стали уже инвестировать именно как в отрасль, понимая, когда это и чем это вернется. И результат, конечно, есть, и это в структуре ВРП, и по количеству посещений, и по количеству средств уже, которые приходятся от сферы туризма в бюджет региона. Но это все очевидные уже вещи происходят, поэтому Алтайский край, вот он достаточно показательный пример, хороший, можно отметить. Можно ли отправиться с вашей выставки, с вашего форума, фестиваля сразу, например, на Байкал? Будут ли оттуда представители? Да, конечно, будут представители, можно это все. У нас очень много различных регионов, и Брятия целый стенд имеет, в частности, тоже. Поэтому можно это будет все узнать, каким образом поехать. Ну, а главные сложности, вот, Свет, может быть, Владимир скажет, которые стоят перед отраслью, и пути вот решения этих сложных вопросов. Что сейчас вот? Что необходимо преодолеть, чтобы у нас туристский бизнес в России развивался, чтобы компании зарабатывали, чтобы регионы процветали, чтобы люди ездили, летали по территории всей Российской Федерации? Что надо, вот, расскажите, как специалисты. Ну, наверное, в первую очередь надо формировать моду на посещение регионов, моду на туризм в регионах, потому что, конечно, уже этот тренд есть, его надо укреплять, подсвечивать, потому что если мы возьмем, там, 90-е годы или нулевые годы, когда у нас стало возможен выезд за рубеж, и люди туда поехали, хотелось как-то насытиться этими впечатлениями, потом много что произошло, и мы помним, было закрытие Турции, Египта, и люди переориентировались на внутренний туризм во многом, да, и сейчас, ну, потом уже, как бы, Турцию опять открыли, конечно, но все равно мы не должны потерять вот этот тренд. Но мы свою страну не видели, зачастую, конечно. Да, обязательно. Поэтому вот как раз выставка, она и тоже имеет, наверное, одну из самых главных задач, это формирование моды на туризм в регионах. И я думаю, что есть еще такой момент, что мы, например, не знаем, что в нашей стране можно полететь куда-то далеко, потратив совсем небольшие деньги. Есть стереотипы, которые тоже надо убирать из нашей жизни. Вопросы скорее ко мне. Я много лет поработал в авиации, и когда стереотипы, они существуют, существуют у каждого, они зародились не сейчас, а давно, да, и недавно мы летали в Сочи, и когда задаешь вопрос, там друзья говорят о том, что насколько дорого в Сочи, ну что, разве нельзя было в Подмосковье отдохнуть, почему именно в Сочи на выходные. А когда им говоришь, что да, билет в Сочи обратно стоит 3,5 тысячи рублей, у них круглые глаза. Когда ты говоришь о том, что в Владивосток или в Магадан можно долететь за 12 тысяч в одну сторону, 18 тысяч туда-обратно, и что эти билеты датируем государством, замечательно. Просто это не так дорого, как... Необходимо просто изучить вопрос. Да. Друзья, изучайте вопросы, у нас маленькая пауза, после которой мы вернемся опять к программе. Не переключайтесь. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем. Напомню, что сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ генеральный директор Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Туристской Ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко и руководитель проекта «Первая туристская неделя регионов России» Владимир Летик. Расскажите, как возникла идея сделать эту туристскую неделю, она же первая. До этого бизнес жил своей жизнью, не особенно, как-то, видимо, контактируя с рядовыми гражданами. Как это все у вас получилось? Давайте я расскажу. Расскажите. Организатором тур недели является Туристская ассоциация регионов России, наша ассоциация. И, вы знаете, наверное, ну, как бы постепенно мы пришли к этой мысли, потому что регионы так или иначе сами себя в любом случае для частных граждан представляют в Москве. И это закрытые, то есть на площадках и под открытым небом, и в том числе на Арбате, на бульварах, периодически где-то что-то выставляется. Нас, как ассоциацию, просили неоднократно, помогите нам, посодействуйте, как нам лучше себя для потенциальных туристов представить. Дайте площадку. Да, помогите, пригласите, подсветите. Ну и в какой-то момент просто пришло понимание, что нужно всех собрать на одной площадке, не по отдельности как-то демонстрировать, продвигать, а всех просто собрать на одной площадке. И, конечно, здесь не обходится без поддержки наших органов власти. Это обязательно, потому что они координируют и направляют в развитие сферы туризма. Это и Министерство культуры, и Федеральное агентство по туризму, и Государственная дума, и Совет Федерации. То есть эта поддержка есть, она во многом информационная, организационная, административная, но она очень благодатно влияет и на имидж мероприятий, и на то, чтобы статус ее был. Свет, будет ли, возможно ли эта поддержка даже на законодательном уровне? Если что-то отрасль попросит, какие-то будут вызовы, потребности, прислушаются ли? Ну, если возникнут законодательные инициативы, да, то есть порядок внесения законодательных инициатив, соответственно, следует ему порядку, то, конечно, мы можем что-то на площадке сгенерировать, если в этом возникнет потребность. Все-таки данное мероприятие, оно отличается даже от тех, которые происходят в сфере туризма, тем, что оно в формате B2C, потому что у нас немало выставок в формате B2B, где действительно собирается деловая среда, проводит мониторинг проблем. Немножко птичий язык такой, да? Да, да, своя отраслевая лексика, терминология, и вот как раз там рождаются законодательные инициативы. Вот это там колыбель таких вещей. А здесь все-таки мы для граждан, для людей стараемся, здесь немножко о другом. Хорошо, а будет ли это традицией? Вот первая выставка, первый форум ежегодным станет ли это мероприятие? Да, планируется, что это будет ежегодным. Это мероприятие и на следующий год уже сейчас запланировано. И оно, ну, мы так предвидим, что это будет в начале летнего, перед летним сезоном, потому что в этом году был чемпионат мира, и немножечко у нас все сдвинулось. Но вообще в планах у нас, что это будет конец мая, начало июня, перед новым туристским летним сезоном, чтобы люди могли сделать своевременный выбор путешествий. Людям, которые работают в отрасли, что можно пожелать? Например, заявку подать или чтобы поучаствовать в этом? Конечно. Спокойно заходят на наш сайт, тур недели РФ, и все онлайн там есть, они подают заявку, пишут все, что они хотят, и могут стать экспонентами, представить себя в лучшем. Смотрят условия участия, есть телефон, по которому можно с нами связаться. Мы очень ждем, потому что такие условия, наверное, они впервые, потому что мы, когда решили проводить такую выставку, мы каждому региону выделили бесплатно площади экспозиционные под застройку в Сокольниках. Мы, более того, мы пошли к бизнесу, мы с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации предложили к бизнесу приходить к нам очень на льготных условиях. Станциализированные стенды регионов по линии ТПП тоже льготно. Здесь очень интересно, здесь вот та атмосфера создается, что приходите, покажите себя перед потенциальными покупателями. Презентуйте, конечно, что вы можете. Да, приходите, москвичи, посмотрите, что лучшее есть в стране, что можно, где можно получить эти впечатления. Потому что создать моду на туризм – это главная, глобальная задача не только нашей ассоциации, а, наверное, всего общества. Ведь смотрите, сегодняшнее вот это направление хипстеров, когда люди живут ради впечатлений. Многие молодежи, да. Это такой тренд, который уже повсеместно во всем мире, не только в России, не только в Москве. Годами путешествуют, конечно. Конечно. Потому что впечатление – это единственное, что остается у человека в прошествии жизни. Единственное, что есть, это есть о чем вспомнить или не о чем вспомнить. Все остальное – это уже вторично. Друзья, и музыка тоже не вторична, музыка первична, музыка тоже впечатлений. Тоже впечатлений. Сделаем маленькую паузу, а потом продолжим. Оставайтесь в компании «Страна ФМ». Друзья, мы затанцуем сейчас в новом выходе на телерадиоканале «Страна ФМ». Стоять некогда. У нас время бежит Владимир Летик и Светлана Ануфриенко. По-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы говорим о туризме. Более того, говорим не только прозой, но и стихами. Света, расскажите немножко. «Страна, да». Действительно, вы знаете, вот мы до этого говорили, что впечатление – это то, что остается с нами на всю жизнь. Или они есть, или их нет. У кого нет, к сожалению, тот потом, наверное, по прошествии жизни жалеет, что не приобрел это. И вы знаете, даже вспомнил свои собственные стихи по этому поводу. Вот с вашего позволения я их прочту. Они очень, мне кажется, пойдут в тему. Итак. Чтобы век не скрипеть, как фрамугой тревожный сквозняк, омрачая уют притаившихся плюшевых комнат, не раздумывай впредь, уезжай и не спрашивай, как. Пусть тебя не поймут и причины на то не запомнят. Поживи, опуская на дно лишь свои якоря, выбирая душой без ковришки, кнута и пригляда, доверяя себе, даже если и выбрано зря, проходя до конца, даже если, казалось, не надо. Отправляйся скорей, пусть не знаешь вполне, что искать. Многих чувств, залежавшихся вдоволь, для этого хватит. За засовом дверей два советчика, стол и кровать. За пределом дверей каждый штрих во вселенском объятии. И потом по крупицам в копилку садется само. Первый воздух чужой, рвущий плащ по прилету у трапа, придорожный пейзаж и витрин незнакомых тюрьмо, и отличный уклад, захвативший размашистой лапой. Но и так я боюсь, что всего навсегда не найдешь. Обойди сто дорог, это может казаться бестолку. Не скопить наперед всех эмоций про солнце и дождь. И присыщенность вред, но осытость бывает недолгой. И наполнившись здесь, на момент пожелаешь спросить, может смысл в пути, ощущение мира в ладони. От начала в конец мы сродни пассажирам такси. Тормозим, путешествуем, тащимся, маемся, гоним. Браво! Спасибо. Слушайте, ощущение мира в ладони, это прекрасно. Светлана, спасибо. Друзья, с 16 по 19 августа в Сокольниках пройдет первая туристская неделя регионов России, на которую мы вас приглашаем. Второй павильон, да, все правильно? Вход бесплатный. И со скольки часов начинается все? С 9 до 19 ежедневно, последний день, воскресенье, до 17. Но сейчас мы планируем, может быть, для молодежи будет вечернее мероприятие, может быть, да. Так, 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 интересно. Есть у нас такие задумка, да, сейчас пока еще не реализована, но мы ее оставим в тайне, хотя вечерние мероприятия для молодежи, для студентов, они, ну, нас очень вдохновляют. Мы хотим, чтобы мода на туризм формировалась вот с юных ногтей, вот с молодежи, начиная. Где вы, вы сами, ну, так как работаете в туристской отрасли, да, где вы любите отдыхать, где лично вам комфортно и куда вам всегда приятно приезжать, прилетать, приходить, расскажите вот об этих местах. Ну, я, конечно же, да, если вести речь о России, то вот я, например, для себя в этом году открыла совершенно потрясающие маршруты по Сочинскому заповеднику на лошадях. Вот я вообще была очень далеко от езды на лошадях. Верхом, да. Да, верхом. И мне казалось, что это совершенно для меня невозможно. Но благодаря, опять же таки, энтузиастам, местным туроператорам, которые, вы знаете, как, вот, наверное, как сорная трава, вот, понимаете, без какой-то помощи, без, как такие местные энтузиасты делают потрясающие маршруты. У них совершенно потрясающие лошади. Они приедут к вам, вот, 16-го, 19-го? У них сейчас разгар сезона, мы очень надеемся, да, мы их приглашаем, но они, говорят, мы не можем одновременно быть и там, и там, вот. И просто поражают, насколько лошади, которые обучены ездить по горам, вот, куда ни человек там, ни пешком, ни каким-то образом там, ни на машине явно, что не доберется, не доедет, вот это можно сделать на лошади. Причем потрясающий весенний сочинский заповедник, когда цветы розовый, желтый благоухают запахами. Ну, я думаю, что это в любое время, на самом деле, годы хорошо, да. Это погружаешься, вы знаете, водопады с такой бирюзовой водой и понимаешь, что здесь это, ну, какая-то особая сторона жизни, которая, общественно, скрытая от городского жителя, наибольшую часть времени. Такое путешествие вне времени немножко получается. Вне времени, да, оно очень запотает, конечно. Спасибо. Друзья, где любит и умеет отдыхать Владимир Летик, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании Страна ФМ. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, Светлана Луфриенко и Владимир Летик по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. По-прежнему мы говорим о туризме. И Владимир расскажет сейчас, где ему понравилось отдыхать и чем запомнился этот отпуск. Ну, я по жизни человек очень жадный, жадный до впечатлений. Да, и много что посмотрел, как внутри, так за границей. Но хотел рассказать сейчас об одном. У меня уже взрослые дети. Ну, вот совсем недавно, там, лет 10-12 назад, когда они были в средних классах, я им предложил отдых на зимние каникулы на выбор. Испания, Италия или Байкал. На что удивительный у нас был разговор. И мне оба сказали, что, знаешь, пап, у нас в Италии народу из класса ездило много. В Испании тем более. А на Байкале не был никто. И когда мы полетели на Байкал на Новый год, когда Байкал при минус 50 еще не замерз, мы плавали на теплоходе по Байкалу, мы катались на горных лыжах, мы ездили на упряжках собачьих. Мы, как бы, не знаю, получили массу таких впечатлений, каких не получишь нигде, ни за какими морями. Это уникальное озеро, конечно, да. И вот эта энергетическая аура, которую привезли оттуда, она до сих пор вот остается в сердце, остается в душе. Один из наших регионов, Хабаровский край, ну, это безумие, красоты, величия и экзотики сейчас. Они с удовольствием приглашают нас всех в гости. Камчатка, мне кажется. Камчатка, Магадан. Камчатка, Магадан. Очень красиво. Таких аналогичных я был на Аляске с той стороны. И совсем сопоставимые вещи. У нас меньше не так развита инфраструктура. Но те впечатления, которые мы можем предложить сейчас здесь... Не тронетая природа. Да. Они вот есть. Мы зря не используем их. Приходите к нам на выставку, вы получите эти впечатления, вы получите пропуск туда. Вы найдете те пути, которые приведут вас к этим замечательным впечатлениям. Друзья, эти люди вас научат, что же можно посмотреть в Переславле-Залесском и как можно хорошо, экономно долететь до Камчатки и при этом не растратить все деньги. Напомню, первая туристская неделя регионов России пройдет с 16 по 19 августа в Сокольниках. Мероприятие для вас бесплатно. Приходите. Начало в 9 утра. Будет ли возможность там поесть как-нибудь? Кафешки, что-нибудь? Можно приходить всей семьей на весь день. На весь день. Да. Молодежь лучше приходить ближе к вечеру. Мы будем делать какие-то шоу-программы. Наши партнеры, они... Хотя бы намекните, что там шоу-программы, что там вот чуть-чуть, заманушечку. Давайте я лучше расскажу о квестах. Давайте. То есть как бы по территории парка наши партнеры организуют молодежные и детские квесты. Поэтому приходите, будет интересно целый день. Следите за... На нашем сайте наверняка будут... Я за новостями. Новости, да. Будет опубликовано... Туристическая неделя.рф, да? Турнеделя.рф. Турнеделя, одно слово. Турнеделя.рф. По-русски. Латиницей. Друзья, все. Большое спасибо. Мы говорим. Я понимаю, что вы уже планируете сходить на Туристскую неделю. 16-е, 19-е августа. Сокольники. Спасибо, Светлана. Спасибо, Владимир. До встречи. До встречи, Сокольников. До новых встреч и в эфире Страны ФМ. И в эфире Страны ФМ. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Лучшее в стране.